Приветствую всех любителей бисероплетения! Сегодня снова с вами Ольга Кожакару. И сегодня я снова вернусь к теме пуговичек декоративных. И, возможно, даже вот кто-то захочет использовать такие пуговички и сделать запонки для вашей рубашечки. Ну, для рубашечки, для платья, ну, запонки. Это на любителя, конечно. Ну, а вот пуговички используются практически в каждой вещи. Ну, и так как моя профессия всё-таки модельер-закройщик, я часто делаю какие-то вот изделия, используя своё хобби. Бисер, бисероплетение. И вот у меня как украшением служат в моих работах и такие вот индивидуальные пуговички, какие вы не встретите в другом месте нигде. Ну, и я хочу с вами поделиться, как такие пуговички вы можете сделать. Я уже не один раз показывала различные пуговички, какие мы делали покрупнее и меленькие. Ну, вот сегодня мне пришла вот такая идея. Вот такие квадратненькие пуговички сделать. И у них нет такой ножки, как я делала раньше. То есть я раньше использовала вот такие V-коннекторы. Вот такие V-коннекторы. Но они не у всех есть. Не у всех есть. И вполне можно обойтись и без них. Я вам покажу сегодня, как я это сделала. И если вам понравится моя идея, можете использовать ее в своей одежде, в своих работах. Итак, нам понадобится, для такой пуговички понадобится, вот я покупала вот такие квадратики, пайетки. Ну, так, если переводить на русский. Да, вот там написано квадратные пайетки. Но это, конечно, не пластмасса. Это вот бусинки вот такие. У них, как видите, центр смещенных. Ну, вот мы сейчас вот так сделаем. Вот видите, центр смещенный на одну сторону. И причем он не к уголочку, а вот посредине одной стороны. Вот к серединке одной стороны. Вот так вот они смещены у нас. Вот. Ну, это тут у меня дырочка забита. Я выберу в сторону. Нам для одной пуговички нужно вот 4 вот такие бусинки. 4 вот такие бусинки. Ну, и я использовала также бисер. Бисер Тоха в 11 размере. И использовала также стразы в цапах 3 миллиметра. 3 миллиметра. Вот у меня здесь стразики. Вот. Нам одна штучка понадобится для одной пуговички. Нам нужна одна штучка. Вот такая. Вот. И сразу хочу объяснить. Вот придется, когда нам пришивать этот стразик, мы будем пришивать за уголочки. Вот таким образом. То есть, вот посмотрите. Вот так за уголочки. Вот. У нас вот таким образом будет пришиваться наш стразик. Ну, возможно, я где-то не смогу сейчас зайти. Несколько иголочек. Вот так вот. Видите? И еще одна. Вот таким образом. То есть, вот за уголочки мы будем пришивать наш страз. И у нас получится то, что получится. То есть, вот такая вот красивая, интересная пуговичка. Я думаю, вам придется. Она по вкусу. Ну, а мы с вами начнем, пожалуй. Я приготовила уже иголку с леской. Нам здесь слишком длинная леска не нужна. И вот таким образом мы будем поступать. Я набираю 4 бисеринки. И одну пайетку. Да, но я так и буду называть, как написано. 3, 4. И одна пайетка. Или один квадратик. И закрою это в колечко. Завяжу узелочки. Очень хорошо завяжу, чтобы у нас все это плотненько получилось. Вот так. Вот. И завязываем хорошо узел. Хорошо узел завязываем. Ну, и я, как всегда, не обрезаю леску, а продолжаю дальше. Вот, смотрите, я завязала узелочек. Я перейду на противоположную сторону моего квадратика. Вот так. Мне надо выйти не в бисеринку, а просто выйти вот таким образом. И теперь я обязательно зайду в бисеринку, в первую, какая у меня здесь есть, но не таким образом по колечку, а вот так. Вот так. И набираю еще 3 бисеринки. И еще один квадратик. И еще 3 бисеринки. И перевернула мою работу. И захожу в первую бисеринку моих, вот этой перетяжки, да. Вот так подтянули. И пройдем насквозь через нашу пайетку, или наш квадратик. Так, немножечко я оттяну сейчас. Сейчас вот узелочек, чтобы мне удобно было пройти, да. Вот. Узелочек немножко мешает мне здесь пока, ну, вот так. Все. И опять я должна пройти через по 4 бисеринкам. Поэтому я опять прохожу 4 бисеринки. Вот так. Набираю 3 новых бисеринки. 3 новых. Последнюю вот эту пайетку, или квадратик. И снова 3 бисеринки. Перевернула мою работу и зашла в первую бисеринку. Подтянули хорошо. Вышла. Видите, я прошла в первую бисеринку и выхожу через отверстие на противоположную сторону. Так. Слежу, чтобы у меня здесь леска не попуталась нигде, не зацепилась за другую бисеринку. И прохожу 4 бисеринки. Мы набирали 3, вы помните, а прохожу через 4. То есть, последняя бисеринка, у нас обязательно на ней колечко получается мы делаем. Вот. Свернем вот таким образом. Вот. И набираю теперь 2 бисеринки. 2 бисеринки общих у меня уже есть. Вот. Вот так. Зашла. Прохожу через отверстие на противоположную сторону. Через отверстие на противоположную сторону. Подтянула. И смотрите, я захожу в первую бисеринку по направлению движения. То есть, не так захожу, а вот так. От бисера. Всех бисеринок. Ну, я сейчас, пожалуй, вот обрежу аккуратненько вот этот хвостик, чтобы он мне не мешался. И вам тоже, чтобы не мешал. Вот так. И набираем с этой стороны 2 бисеринки. 2 бисеринки. Захожу с противоположной стороны в первую бисерину. Вот так. Вот. У меня получился вот такой квадратик. Но он не совсем прочный. И смотрите, что я дальше делаю. Я пройду следующие еще 2 бисеринки. Следующие 2 бисеринки. Пропускаю ту, на которой мы делали колечко. То есть, на самом отверстии находится. Прохожу следующие 2 бисеринки. Постараемся, чтобы леска наша находилась в центре. Вот так. Снова пропускаю одну, прохожу 2 бисеринки. И стараюсь, чтобы леска моя улеглась в центре. С центральной стороны. Опять одну пропускаю и прохожу 2. И так мы должны пройти, чтобы у нас вот получились вот такие уголочки здесь. У нас квадратик получится в центре. Вот. И уголочки вот такие появятся. Все. Теперь я выйду в сам уголочек. После того, как я четвертый уголочек вот сделаю здесь, я выйду в первую бисеринку, какую пропустила. Вот так. Вот. Теперь мы сделаем, установим здесь страз в середине. Я пройду еще вперед 2 бисеринки. И зацеплю стразик за уголочек. Вот. За уголочек подцепила стразик. Прохожу следующие 2 бисеринки. То есть наши уголочки от стразика будут находиться как раз там, где уголочки бисера. Вот так. Захожу в следующий уголочек. Аккуратненько, чтобы у вас леска не обрезалась в процессе. Вот здесь об металл. Прохожу следующие 2 бисеринки. Так. Заходим в следующий уголочек страза. Следующие 2 бисеринки. Нам нужно пройти еще один уголочек стразика нашего. Так. Пока что у нас вот немножечко вот болтается это все. Но мы сейчас перейдем на изнаночную сторону. И у нас все закрепится. Вот так. Последний уголочек. И заходим в 2 бисеринки из... Тут это уже последний уголочек. Мы можем пройти уже до самого уголочка бисера. Вот так. Вот. И перейдем на изнаночку. То есть пройдем насквозь через нашу пайетку. Надо найти сейчас дырочку здесь. И чтобы в бисеринку мы не попали, вот так. И сейчас будем с этой, с изнаночной стороны, поступать так же, как мы поступили с этой стороны. То есть будем пропускать вот эту бисеринку. Видите, у нас здесь какой беспорядок, да? Будем пропускать эту бисеринку. Но изначально вот мы пройдем через нее. Но я имею в виду, что вот мы сейчас пропускаем ту, которая на дырочке. Проходим следующие две. То, что мы сделали на лицевой стороне до того, как поставили страз. Вот так. Постараемся, чтобы леска наша была в центре квадратика. Проходим следующие две бисеринки. То есть пропускаем вот эту над отверстием. И проходим дальше. Пропускаем над отверстием. Проходим две следующие бисеринки. Две. Вот так. И хорошо подтягиваем, чтобы у нас получился квадратик ровненький и красивый. Пропускаем угловую. Проходим в следующие две бисеринки. Ну и последний уголочек мы делаем сейчас. И выйдем сразу в угловую бисерину. Вот так. И теперь мы будем делать еще один ряд из бисера. Какой у нас будет именно тем рядом, за какой мы будем пришивать нашу бусину. То есть нашу пуговичку. Мы набираем три бисеринки. Три бисеринки. И заходим в следующую угловую. Вернемся в первую из бисеринок возле угловой, куда мы зашли. Набираем две бисеринки. Заходим в следующую угловую. Скорее всего, бисеринка мне попалась. Вот, прошли. Вот так. Возвращаюсь в последнюю бисеринку. Снова набираю две бисеринки и захожу в угловую. Возвращаюсь в бисеринку последнюю. Набираю одну бисеринку. Захожу в бисеринку начальную. Вот, где мы набирали первые три бисеринки. Захожу в эту бисеринку и делаю вот колечко на угловой бисерине. Хорошо надо все это стянуть, чтобы у вас получилось прочно и крепенько, чтобы все держались вот эти у вас квадратики. Вот такая пуговичка у нас получается. И каким образом я ее буду пришивать? Вот смотрите, я вышла. У нас вот эти вот новые бисеринки, которые в этом ряду, вот у нас угловые, именно вот так располагаются. Дырочка идет вот таким образом. Не идет вот так. А идет именно вот таким образом. И мы просто-напросто... Ну, давайте я возьму вот здесь. Вот у меня здесь есть фетр. И мы постараемся пришить сейчас то, что у нас здесь есть. Конечно, это лучше делать ниточкой, но все-таки вот. И я по диагонали выхожу в эту бисеринку. Вот так. Возвращаюсь назад. То есть мы пришиваем именно за вот эти угловые бисеринки. Вот видите. И опять захожу. И так вот пуговичка ваша будет пришита. Конечно, есть еще один вариант. То есть сразу сделать перекладинку. Ну, давайте я покажу и этот вариант вам. Вот. Сейчас я освобожу леску. И покажу вам еще один вариант. Если вы захотите эту пуговичку снимать, да, вот каким образом это сделать удобнее. Можно сразу сделать просто перекладинку из лески. Вот таким образом, да. Чтобы ее сильно много не было видно, мы будем проходить по угловым бисеринкам, как мы раньше делали, да. Вот так. То есть сделать несколько вот таких проходов и потом пришивать вот за вот эту леску. Вот. То есть это достаточно просто. Каждый выберет тот вариант, какой будет более подходящим вам по вкусу. Да, вот смотрите. Вот у нас такая перекладинка здесь образовалась, за которую можно пришить нашу пуговичку. Вот. Ну, я думаю, что на этом мы можем с вами закончить наш урок. Я вам показала еще одну из своих идей. Вот такие пуговички получаются. Видите, здесь я более плотно стянула вот леску, и они более такие прочные. Здесь немножечко вот нехорошо стягивала где-то и немножечко болтается. Но вот в принципе их можно и вот до такого состояния стянуть, что они вот так. То есть совершенно прочно держатся вот эти вот квадратики, вот такие симпатичные пуговички. Я думаю, что они будут очень хорошо украшать нашу одежду. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам успеха в вашем творчестве, в вашем рукоделии и хорошего настроения всем.